История Алиса История Алиса История Алиса Мы не раз говорили о разных путях восстановления взрослого человека. То есть, о разных путях, на которых может осознать взрослый человек, прийти к церкви, прийти ко Христу. Вот есть еще один путь в отцерковлении, в расстании в церковную жизнь, если хотите, есть такой термин в отцерковлении, значит, я не буду даже исполковывать его, это путь в отцерковлении ребенка. Вот нам, взрослым, этот путь практически никому не знаком, потому что буквально поголовно все мы, пришли к церкви, уже будучи взрослыми людьми. А вот дети наши, в основном, идут совершенно другим путем. Они в церкви часто очень, ну непосредственно прям с рождения. Сначала, мол, ренечку подносят прочищать, потом перводействовать, в возрасте там, ну, кого там 6 лет, у кого там 7, 8, там только созрели до этого момента. А потом начинаются проблемы. Потому что довольно часто ребенок вырастает и уходит из церкви. Потом, правда, когда человек вырастает совсем, обычно приходит обратно, когда уже свою семью создали. Вот вроде бы надо ребенка прочищать. Как-то все-таки, мы бы вроде так же росли. И вот приносят ребенка крестить, обречать, ну и сами тоже сюда снова, вроде как, не ловно, по-другому. Но вот все-таки, как избежать этой проблемы, я сейчас не расскажу. Но вот немножко проанализировать это, например, сегодняшнее, в Евангелии можно. На самом деле проблема серьезная. И проблема эта может касаться и взрослых людей тоже. Вот юноша, да, который подошел ко Христу и сказал, да, что мне делать, да, чтобы обрести вечную жизнь в Царстве Небесном найти. Господь отвечает ему, соблюди заповеди. Тот говорит, ну и перечисляет заповеди, да, за еще заповеди Моисея, это заветное. Юноша отвечает, что я все это соблюдал от своей юности. Естественно, я этому всему научил. Что еще не закончил? Что еще не дадил? Да, Христос предлагает ему продать все, что он имеет, все его богатство, богатый этот человек. И идти за ним на Христов. И юноша отказывается. По крайней мере, может, не отказывается, по крайней мере, это ввергает его в серьезную печаль и задумчивость. Вот почему такое происходит? Ведь смотрите, человек рос в Церкви с детства, в Ветхозаветной, по крайней мере, в Законе Божьем его воспитывали. И когда он встречает живого Христа, он не желает себя уйти. Вот, встреча с Богом, самая непосредственная, самая близкая. Вы задумайтесь, к чему прибывают дети, когда они в Церкви с детства, да, за автологию, да, они еще просто в силу своего возраста, большинство, по крайней мере, из них, но за редким исключением, они еще не в силах осознать необходимость личности Христа для себя. Они могут привыкнуть к красоте богослужения, к мерцанию свечей, там, не знаю, к красивым иконам, к пению. Но осознать личность Христа, необходимость этой личности рядом с собой, большинство из них не в состоянии вообще, просто всего возраста. Нет, бывает исключение, благочестивое ребёнок, как сейчас в настоящее время, это редкость. Это ребёнок еще будет совсем маленьким, вот Божий для него это всё. Христос для него это всё. Это исключение, скорее, просто, и правило. Эта редкость была во все времена. А взрослый человек приходит к Богу. Всё-таки тогда, когда он уже, главное понимать, что он идёт к церкви, в церкви, уже не, вовсе не из-за просто обстановки. Он идёт к Богу, решает свои проблемы душевные, глубочайшие. Как пришёл этот самый юноша. Он в детстве был в церкви. Он был воспитан в западе, ко всему привык, к церковному. Но это не помогло ему осознать необходимость Бога для себя. Вы знаете, может быть, для того, чтобы осознать необходимость Бога для себя, необходимо какое-то время без Бога. Вот не дай Бог, конечно, кому-то так оторвать себя от Христа насильно, по глупости может быть. Но тем не менее, путь многих из нас в церкви именно такой. Мы вляпались в какую-то духовную грязь, с вами взрослые, и за спасение прибежали ко Христу. Не знаю, многие, не многие, но по крайней мере, это путь. Это путь человека, который потом в церковь перерастает намерно просто. Для которого слово «спаситель» — Христос. Не просто звук. Человек пришёл в церковь спасаться. И Христос его спас. И вот после этого человек в церкви навсегда. А вот дети этого не знают. И вот нам, взрослым, которые вот свои детей пытаются к Богу привезти, нужно очень хорошо понимать, что ребёнок маленький в церкви и видит. Вам повторили чаще всего «ты, иконы, батюши». Причащается. Да, он должен учиться, каяться в реках, осознавать свои плохие поступки. Но когда он ощутит необходимость Христа, Личности Бога рядом с собой, это для нас так. Навязать — это означает, что такое? Что такое? Это означает буквально подружить, познакомить своего ребёнка с Богом. Насильно никому дружбу навязать нельзя. И нужно быть очень талантливым и тактичным в духовном смысле, чтобы не поломать вот эту ленту. Потому что вообще, говорят, в церковь нужно приходить только за Христом, только по Христу. Всё остальное, ну, как бы это, второстепенности. главный церковь — это Христос. И мы, взрослые, тоже очень хорошо это понимаем. Я знаю, что многие из нас, тем не менее, приходят сюда не по Христу, а потому что просто, опять же, привыкли к этой обстановке. Потому что она... Ну, Личность Христа для многих из нас как-то так вот... Вот она есть, да? Где она? Как она? Как она в нашей жизни? Как Он участвует в нашей жизни? Мы их сами плохо не знаем. И в этом отношении мы тоже отчасти пропоним путь своих детей. Юноша, который подошёл к Христу, тоже мученец. Он в церкви вырос в этой обстановке. И душа его, тем не менее, болела. Представьте себе, вот богатый человек, всё прекрасно, родители там, богатство, друзья, всё замечательно. И он бежит к заплённому путнику, там буквально, который ходит вот с опостом, с рыбаками, в обстановку совершенно себе незнакомую, чуждую, можно сказать, решать свои духовные проблемы. И понимает вдвойне, сказать, что он не есть. Вот предлагает ему присутствовать из-за собой, а тот уже не может. Вот проблема. К чему я воспринимаю всегда? К разумности. Воспитывать своих детей нужно самим путь ко Христу пройти. Не просто в церкви тут быть, присутствовать, а направлять свой путь ко Христу, к Богу, к живому, к личности. И тогда мы будем лучше понимать своего детей. И не запутаем их. И поможем их, когда они вырастут до такого возраста духовного, что у них появятся духовные проблемы. И главное, чтобы в этот момент они побежали решать эти проблемы не из церкви, к которой они привыкли, а в церкви, но глядя на них совершенно другими глазами. и в церкви. Спасибо. Спасибо.